Такого вы еще не видели. В театре музыки, драмы и комедии, саунд-драмой «Старик и море», поставленной по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя, завершился театральный сезон. Захватывает эта история с первых минут. Необычные декорации, полное погружение в историю, чарующие голоса вокалисток, обрамляющие историю звуки моря, непроизведенная игра наших артистов и, конечно, диалоги персонажей, наталкивающие на глубинные размышления о своем каждого зрителя. Все это про новый спектакль «Старик и море». Счастье приходит к человеку во всяком виде. Разве его узнаешь? Спектакль звучит шумом моря, голосами китов, глубинными диалогами главных героев. Он гипнотизирует и заставляет погрузиться в историю всецело. Ощущение, будто ты сам растворяешься в действии, становишься частью воплощенного рассказа. Подкупает и экспериментальный формат. Экспериментальный для нас, для трупа, прежде всего, потому что это драматический спектакль, это тот жанр, который у нас не так давно в театре развивается, в принципе. Это совсем, ну, скажем так, другая манера существования в театре артистов. Поэтому, конечно, для нас это новое. Для нашего зрителя, наверное, на Уральского, это тоже новая форма. Здесь необычное решение художественное, да. Наверное, да, для нас, для театра и для зрителя нашего на Уральского, наверное, это будет необычно, сразу скажем. Непривычно, очень технологично, потому что используются видеоэкраны, вот, поэтому будет интересно. Постановка «Старик и море» не провеселится. Взятая за основу одноименная повесть Эрнеста Хемингуэя – непростой материал. Затрагиваются извечные темы человеческой жизни. Персонажи и сама история в спектакле сохранены. Постановочная группа создала сценический перформанс, формат которого так непривычен новоуральскому зрителю. Используемое оборудование, видеоэкраны, камеры, трансляция в реальном времени – все это на сцене нашего театра. Мысль о постановке, произведении, ну, повести «Старик и море», она жила какое-то довольно длительное время. Мы просто не представляем, как это сделать. Время движется, появляются идеи. И, конечно, всегда в тандеме режиссера и драматурга могут произойти какие-то удивительные вещи. Я предложил драматургу Светлане Баженовой написать эту пьесу. В итоге родился этот вариант. У Света, мне кажется, получилась просто замечательная пьеса. Она достойна шагать по стране. Впечатления у каждого будут разные. Каждый будет смотреть через призму своего опыта, своей жизни, своего отношения. Какие-то свои собственные ассоциации возникнут. Непривычно все, вплоть до рассадки зрителей. Действия в центре не только сцены, но и всеобщего внимания. Зрители окутали не только звук и цвет, но и мягкие кресла-мешки. Постановочная группа поставила задачу погрузить каждого в историю. Интересное такое начало, как будто не начало, а вхождение, вплывание в море, да, по звуке там, сирен, чаек. Очень интересно то, что со всех сторон видно. Понятно, что и спектакль так построен, что Таня везде, мальчик бегает и появляется в разных листах. Видно, что внутри и слова завораживают. И если вслушиваться в текст и вообще отключиться от литературного произведения, то возникают, наверное, эмоции очень сильные. Не, наверное, а возникают сильные эмоции, возникают чувства, возникает осмысление того, что происходит в жизни вообще. Все, что было прочитано когда-то 150 лет мною, я, конечно, это все забыла, но все равно я же представляла, что это за произведение. Вот оно нисколько не потерялось, а визуально оно приобрело еще больше. Я, конечно, читала «Хомингуэя», но это было очень давно. Все время думала, чем закончится это произведение. И поняла, что фабула этого произведения вообще без разницы какая. Ушел он в море и вернулся, не вернулся. Не в этом суть, а вот именно внутренние переживания. И они на острие в данный момент. Поэтому произведение просто шикарное. Оно необыкновенное. И такого в театре у нас не было. Симбиоз профессионалов своего дела – полный творческий полет. Помогли воплотить на сцене театра музыки, драмы и комедии настоящую сенсацию. В эти выходные состоялись два премьерных и завершающих сезон показа. Отзывы зрителей исключительно положительные. Премьера завершила 72-й театральный сезон. И, надеемся, увидеть постановку вновь уже в следующем. Елена Мельникова, Данила Запивалов, Новоуральская вещательная компания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова